Ребят, всем привет, с вами как всегда JumboMax и сегодня мы испытаем Microsoft Edge и связку его с GeForce Now Да, сегодня мы будем запускать игры, которые доступны на ПК на своем Xbox Да-да-да В принципе, не так давно я вам уже рассказывал, что Xbox вместе с Microsoft Edge получил обновление которое дает возможность Xbox при помощи браузера работать с документами запускать какие-то эмуляторы и просто серфить по интернету с помощью клавиатуры и мыши Благодаря такому обновлению совсем недавно Microsoft Edge получил совместимость со стриминговым сервисом GeForce Now И теперь всем Xbox'ерам доступна возможность поиграть в ПК-игры через браузер на Xbox Да В общем, сегодня расскажу, все покажу, как все настраивать и так далее В общем, не постесняйся нажать лой за это, подписаться на канал Ну и в комментариях обязательно пиши свое мнение на этот счет И да, ребят, насколько я знаю, после обновлений заработал кинопоиск HD через браузер Поэтому по моему промо-коду, если оформишь данную подписку, она будет доступна тебе бесплатно до конца года А по ней вы сможете смотреть мультики, фильмы, сериалы Ну а также получите доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам сервиса Яндекс Поэтому ссылочка в описании, юзай и давайте начнем Что, в принципе, нужно сделать, чтобы начать пользоваться всеми этими штуковинами? Просто подключить к своему Xbox'у клавиатуру и мышь Даже можно беспроводную Подключаем, заходим в Microsoft Edge Это, кстати, супер-мега-браузер, который доступен на Xbox'е На плойке, если что-то такого нет, вы это не провернете Потому что там вообще браузера нет Вот, и в итоге заходим на данный сервис Он называется GeForce Now Вы можете либо в Яндексе его найти, либо просто вбить вот то, что у меня Вот, далее вам нужно будет сделать некоторые вещи Это, первое, завести аккаунт на этом сервисе Да, там нужно будет ввести почту, пароль и так далее И потом нужно будет привязать две учетных записи Сразу тоже сделайте, если у вас нет Это от Epic Store и от SIM Потому что он в любом случае их потребует И чтобы не вводить здесь все вручную Вы можете это сделать просто на ПК И так будет намного легче Или там сделать это на телефоне Есть что? Стриминговый сервис GeForce Now Он предоставляет возможность играть там на слабом компьютере На телефоне, там на любом браузере Просто через интернет Это, ну, по сути, то же самое, как xCloud Только немножко по-другому и от другого бренда Данным сервисом, если что, до этого я не пользовался Я лишь немножко попробовал, как это работает Дело в том, что у меня не получилось запустить игру без подписки Ибо там просто огромнейшая очередь в 243 человека И, ну, бесплатно можно лишь попробовать таким методом Что, например, включил игру Куда-то ушел, там, я не знаю, по делам Там, покурил, что-то еще там сделал Там, поел и так далее Вернулся, тогда игра может быть запустится Но все равно ждать это не очень Короче, я заморочился и купил подписку на месяц За, там, 999 рублей Я пробовал купить подписку сразу с сервиса Тут есть такая услуга, да, через сервис можно купить Но у меня просто не проходил платеж Поэтому я просто залез в NVIDIA Купил ради теста, чтобы вам не заморачиваться И, в принципе, потестил А, в принципе, вот эти вот игры Нам вот доступны К сожалению, к моему сожалению Потом расскажу, что недоступны Это, наверное, будет самый такой эпик фейл Но все же Давайте посмотрим, как играется сейчас Contra Ну, этот, как его КС-очка, КС-очка А, нифига себе То есть мне еще 31 человека ждать? Ну, я же купил подписку Не, ну, знаете, с точки зрения просто идеи, да То, что ты можешь с любого устройства поиграть в любимые твои игры Это, это классно Кстати, очередь двигается довольно-таки быстро Но это все благодаря того, что я заплатил целый косарь Чтобы снять этот видеоролик Потому что так бы я убил бы очень много времени И не факт, что это все бы не вылетело и так далее Чему нужно присоединить клавиатуру и мышь? Можно, в принципе, сделать и из геймпада Но вы не сможете тут вбить аккаунт Вы не сможете, мне кажется, вообще настроить Потому что до этого, когда я проверял без клавиатуры и мыши Этого сделать нельзя было То есть после подключения клавиатуры и мыши все получилось Все, мы в стиме Мы играем в КС Мы играем в КС Дело в том, что мы будем играть с ПК-шниками и так далее А графон, вернее, качество изображения Она желает оставлять лучше Вы сами понимаете Сори, что я немножко загоражу это Потому что я не могу сейчас перенастроить Типа, я отсоединил клавиатуру и мышь Вот, давайте поиграем на, ну, на ДАЗ 2 Давайте вот начать Конечно, чтобы это провернуть Нужно еще стабильное соединение Но я думаю, что вы и так догадались Я никогда не подумал, чтобы Xbox запустил ПК-шные игры Как бы, раньше я запускал КС Но это было КС для Xbox 360 А это КС для ПК С помощью сервиса К сожалению, они вряд ли меня слышат Потому что у меня нету микрофона И мне кажется, вряд ли Конечно Вон этот самый браузер Поймет, где микрофон Потому что я не могу даже как-то провернуть Вот, чтобы, ну, выключить, короче, вот эту шторку Давайте попробуем Да, видите, она сквозь делает И поэтому я не знаю, как так Возвращаемся в игру Ну, управление, кстати, без задержек каких-либо работает То есть я вот, смотрите, нажимаю Прямо без проблем Управление здесь, конечно, жопошное Блин, как отключить, ребята, я не знаю Короче, здесь управление так, что налево-направо Ты делаешь этим стиком А этим стиком ты вообще никак не контролируешь Я понимаю, что, может быть, это как-то настроить можно Не знаю, сейчас Мы сейчас поиграем К сожалению, с геймпада я не смогу поиграть Потому что, ну, как-то браузер Не воспринимает его, что ли, нормально Все! КС-ка! Би! Так, давайте Я такой игрок, конечно, в этом В контре, что, лучше бы не играл, наверное Да, офигеть! Офигеть, офигеть, пацаны Я играю в ПК-игру на своем инсбоксе Ну, вряд ли я кого-то, наверное, убью Но я попадаю! Не, пацаны, знаете Я вот, вот, что касаемо вот этого стримингового сервиса Я не могу сказать, что он мне работает плохо То есть, у меня такое ощущение, как будто я вот Запустил игру и все, играю Я убил! Базарю я убил Я вам базарю Два минус Куда Куда подавать заявку в нави? Офигеть О, 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 заглючила, заглючила, капитально заглючила Ну, знаете Я в шоке, что это реально доступно на инсбоксе Реально То есть, при помощи клавиатуры и мыши и браузера Можно капец, какие вещи творить Конечно, да Лагает Вот видите, нестабильное подключение пишет Но это играбельно 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 капец как Эхе-хе-хе-хе Ну, давайте такую, ладно Я надеюсь, меня слышно Я говорю, я думал, что у меня не получится записать видеоролик Потому что я пробовал что-то запустить до этого На, просто минус Ой-ой-ой-ой-ой-ой Подзарядись Уходим с КСК Так, смотрите Вот так вот включается игра КАИС что? Ну, по крайней мере, так выходит в главное меню Короче, КСК вообще на изи Так, давайте попробуем поиграть в какую-то игру Ну, давайте запустим Watch Dogs Legion Не, ну, на мой взгляд, такая штука на инсбоксе, это реально плюс Я понимаю, что это не прям супер-пупер, да Но как с точки зрения возможности пользования данного сервиса, это классно Это реально классно, ну, без всяких но Потому что вот я, я поиграл в КСК, в КСК на своем инсбоксе Без ПК Просто, опять же, я пытался найти видеоролик, где показывают, как играть в GeForce Now на инсбоксе Но я что-то не нашел Все говорят поверхностно, что да, это работает, но никто, в принципе, не показывает, поэтому я надеюсь, что я тоже первый Если опять не слоупочил, конечно Ну, у меня же есть доступ, короче, к сожалению, Watch Dogs не запустился Не запустился, почему-то он минусунул доступ Давайте попробуем, ладно, другую какую-то игру Аааа, вот как это работает Все понятно А я-то думал Короче, для того, чтобы поиграть в некоторые игры Вам нужно будет еще купить их Вот в чем прикол Единственный самый, самый-самый, пожалуй, интересный вопрос всей этой темы, да, вот, связанной с GeForce с Manaul Можно ли через Xbox поиграть в Death Stranding? Это вот прямо, по-моему, самый величайший вопрос, который может быть, да И хочу сказать, что я проверял такую штуку, но у меня для вас не очень радостная новость И она заключается в том, что, да, на сервисе он доступен, да, вот конкретно здесь Но после запуска он не понимает, как ее запустить Понимаете, он выбрасывает вас, опять же, на это же окно, то есть, как бы я ни пробовал Через Steam, через Epic Ну, увы, увы Какой вывод можно сделать о данном сервисе? На самом деле, работает он достаточно хорошо, но с подпиской Да, потому что без подписки я вам не рекомендую даже пробовать его юзать Потому что там реально большая очередь, там в 128 человек, в 10, 36, ну, когда я пробовал это без подписки И дождаться игры, ну, практически нереально Да, можно, но очень-очень сложно Вот, с подпиской все работает быстро, но не так быстро, как хотелось бы То есть, вам доступ даются не сразу Вы сначала ждете, потом вас запускают, а вы играете И, как я понял, данный сервис предоставляет возможность играть в игры, которые у вас уже куплены Либо в Steam, либо в Epic Store Почему запустилась CS-ка? CS-ка, потому что она бесплатная, вот она и запустилась, вот А что касаемо других игр, да, я так понимаю, что их нужно все-таки покупать Вот, с точки зрения работы, прикольно, да Но с точки зрения приобретения данной подписки, чтобы пользоваться данным сервисом на Xbox Я бы усомнился, потому что, ну, блин, мало того, что ты ждешь в очереди И как-то, ну, все это не очень Лучше оформите подписочку на Game Pass, играйте в игры на консоли стационарно И получайте удовольствие, потому что это возможность есть, это круто Но с точки зрения какой-то надобности использовать это на Xbox повседневно Ну, не знаю, как бы раз в месяц можно там в CS-ку рубануть Но, так или иначе, за возможность спасибо Microsoft за то, что разблокировал это все То, что GeForce Now подсуетился и дал возможность сделать это все на вбраузере В общем, как-то так Знаете, что теперь это все работает Поэтому, так вот На этом, в принципе, все Я надеюсь, вы поддержите это видео с лайками и подписками на канал Обязательно пишите свое мнение в комментариях на этот счет И большое спасибо вам за просмотр, друзья До новых встреч